Речь Речь. Нам сложно представить нашу жизнь без нее. Речь – это врожденная способность, способность к усвоению и владению естественным языком. В свое время выдвигалась гипотеза, что человеческий язык является результатом эволюции звуков, издаваемых животными. В упрощенном виде это можно представить следующим образом. Вообразите себе, что обычная свинья, натолкнувшись на льва, издала крик ужаса. Предположим, что это событие повторилось несколько раз, с разными свиньями и разными львами. И другие свиньи, слышавшие этот крик ужаса, привыкли связывать ее с сигналом лев. Так рождается специальный сигнал со значением лев. На основе этих и других подобных ему примитивных сигналов, связанных с другими реакциями, постепенно, в течение многих миллионов лет, якобы формируется человеческий язык. Для подтверждения этой теории проводились длительные эксперименты с человекообразными обезьянами, направленные на то, чтобы доказать, что их можно обучить языку. Ни один из них до настоящего времени не удался. Сторонник эволюционной теории, профессор Джордж Гейлард Симпсон, высказался по этому поводу вполне определенно. Человеческий язык кардинально отличается от любой коммуникативной системы животных. Это становится предельно ясным из сравнения его с сигналами животных, максимально напоминающими человеческую речь и обычно называемыми языком животных. Звуки, издаваемые животными, представляют собой на самом деле междометия. Различие между междометием животного и языком человека – это различие между нашим «ой» и фразой «огонь горячий». Более того, как указывает в своих новаторских исследованиях языка Noam Homsky – американский лингвист и философ, сущность человеческого языка состоит не только в использовании произвольных звуков и слов, чтобы представлять вещи и идеи, сколько в способности понимать, а затем выражать с помощью синтаксиса логические отношения между идеями. Поразительно то, что эта способность проявляется у человека в очень раннем возрасте. Какой бы язык ребенок не начал слышать и усваивать, он уже с самого раннего детства способен понимать внутренние логические отношения между его фразами и предложениями, передаваемыми с помощью синтаксических связей данного языка. Так ребенок может, например, понять такую сложную логическую связь, как гипотетическое условие. Когда мать говорит своему четырехлетнему ребенку «Если ты сегодня будешь хорошо себя вести, то я куплю тебе мороженое». Ребенок может понять логическую связь между главными и придаточными предложениями и прекрасно осознает, что удовольствие от обещанного мороженого он получит только в случае примерного поведения. Ни собаки, ни обезьяны не способны на это, сколько бы слов, звуков, цветов, жестов они не научились распознавать. Логика сложнейшего синтаксиса разговорного языка остается за пределами их интеллектуальных возможностей, они не обладают врожденной языковой способностью, сравнимой с языковой способностью человека. Врожденная языковая способность человека определяет его возможность выучить любой язык, какой он захочет, и затем выражать свои мысли на этом языке. Дэвид Примак, который одним из первых проводил эксперименты по усвоению языка шимпанзе, критикует эволюционную интерпретацию происхождения и развития языка, и говорит, что язык является камнем преткновения для теории эволюции. То, что человек обладает речевыми способностями, является еще одним доказательством того, что мы сотворены Богом. Из всех даров, которые мы получили от Бога, речевая способность является большим благословением. Если вы хотите узнать больше о том, как сделать свою речь действенной, смотрите программу «В чем сила слов». Помните, что голосом мы побеждаем и убеждаем, и мы произносим молитву и хвалу Богу, и им мы рассказываем другим о любви искупителям. Поэтому важно, чтобы речь была мощным средством для совершения добра. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!